Муротопия Classic HD А с этим нам поможет Ласка, которая живет на кладбище Поэтому отправляемся к ней Кладбище у нас находится, друзья, вот здесь вот Ну и как многие уже заметили, у нас немножечко изменилась карта Я поставил мод из нашего оригинального прохождения На самом деле это шикарный мод Во-первых, он подписывает название всех домов, всех районов И еще районы он выделяет определенным цветом Этот мод поможет всем новичкам, которые только-только начинают играть Мур Лучше ориентироваться в пространстве И к тому же он поможет вам лучше узнать лор игры Ведь название Хребтовка, Сердечник, Почка, Жерло, они ведь не просто так Но при прохождении за Бакалавра мы об этом говорить не будем Это все раскрывается при прохождении за Горуспика А вот буду ли я проходить Морутопия Классик HD за Горуспика я пока что еще не знаю, не решил Поэтому посмотрим Мы пока что отправляемся с вами на кладбище Знаете, это уже такая у нас окраина города Здесь начинается степь Но не стоит бояться, ведь в степи нет никаких монстров, диких животных Или же шабнакодырь Нет, ничего такого нету Хотя поначалу было страшно действительно Ну, когда дальше в степь уходишь, то что действительно какой-то монстр на тебя нападет Но нет Степь вообще это Очень уютное, тихое и спокойное место С прекрасной просто музыкой Поэтому здесь можно просто даже отдыхать А вот и кладбище Так Тук-тук-тук, можно? Никого нету? Старошка Ух ты, здрасте А где Ласка? Нету, да? Вы за ней Но сразу видно то, что по глазам люди добрые, готовы помочь мне Да ведь? Ну ладно Могильщик Кого хороним, господин хороший? А ты смотритель кладбища? Смотритель кладбища уже пять лет, значит, как червей кормит Уже, значит, давно травой пророс Теперь солнышку радуется А мне еще долго тут горемыкать Долго ли? Как знать А ты это, не видел ли тут человека, этакого пораненого? Очень мы об нем, значит, беспокоимся Не ровен час, не случилось бы с ним чего-нибудь Он нам, значит, дорог Да кто вы такие? Могильщики? О, самый, значит, мишень Точно, могильщики Вот это мы и есть Можете похоронить человека А где мертвяк-то? Нужно сходить за ним Тут недалеко Особняк на берегу реки Хо-хо, вона С горбатым договаривайся Он у нас тут заправила Что за народ? Действительно, одни посредники А значит, горбатый Горбун Кстати, мы уже Обокрали его домик Только А что тебе, почтенный? Мне нужна ласка Где она? А, смотритель его дочка Что же, сам видишь Никакой ласки тут нету А тебе она По какой надобности? Нужно похоронить человека Тихо и без шума Очень понимаем Так-так Значит, с пониманием Кого-то нужно закопать Это, правда, свою специфику имеет Давно умер покойник? Странный вопрос А ничего странного Если давно умер Это один разговор Тут нам, может, и интереса никакого нет А вот если умер недавно Ну тогда и интерес совсем другой намечается Не просто так же он умер, а? Раз такие дела творятся в городе Значит, не своей смертью погиб Денег, значит, хотите? Две тысячи принесешь И похороним Хоть черта лысого Саму шабнакадык Иду обратно в сырую землю вернем Капитал, сами понимаем, не маленький Но так ведь и день сегодня, видишь, непростой Но могу подсказать выход Ну? Вы человек столичный Сразу видно За вашу экипировку в наших магазинах Ой, раскошелится Да и любую рухлить скупает У них сейчас денег много скопилось Перед поездом А народишка-то понемногу Все продает Есть-то уже хочется За три часа богатеем станете Если правильно дело повести Обойдешься Бери наличными Покойник в доме у певицы Анны И вот так вот, друзья Мы расстаемся Со своими Честно нажитыми Двумя тысячами монет И остается у нас всего Семьсот монет Как я и говорил Миссия затратная Но Я же люблю вас Я готов проходить такие миссии Да и к тому же Помогать Приблеженным Хоть и не своим Всегда полезно Не всегда это приносит выгоду Но это все равно интересно Для сюжета Конечно же, друзья Вы поняли то, что это Дополнительная миссия Проходить ее не обязательно На основную миссию Она никак не влияет А сегодня мы как раз таки Займемся прохождением Вот таких вот миссий Ну и как я обещал Я буду показывать Абсолютно все миссии Которые мы не проходили В оригинале Но Возможно даже Какими-то другими путями Будем проходить Некоторые миссии Не все, конечно же Но постараюсь все равно Показывать разные пути Развития событий Хотя вариантов Не так уж и много Так, а сейчас мы Обратно отправляемся К Ане Ангела Она должна была нам Что-то дать Хотя бы что-то За эту миссию Что-то просто так Было бы работать Не совсем честно Мусорка Ничего Так, о, продуктовый Давайте зайдем Там обязательно Что-то есть съедобное Съясное Так, и Что у нас здесь есть? Хлеб Отлично Копченое мясо Шикарно И овощи Неплохо, кстати Покупаем Есть еще свежее мясо Но Слишком дорогое, друзья Я бы не советовал Покупать Конечно, потом будет еще дороже Но Если есть деньги Остались То покупайте, конечно же Так, а теперь Мы отправляемся с вами куда? Сюда, наверное К Ане Ангел Так, медикаменты Но пока что, друзья Никаких медикаментов нет Как и сказал у нас Протовец Точнее, нет Горбун сказал, да, нам Что поезд Еще не скоро Приедет, поэтому Какого-то особенного товара В магазинах не будет еще Анна Слушайте, я быстро Аня Трупа-то нет уже Когда смотришь ей в глаза Рот как-то открывается сам Сумею ли я тебя отблагодарить? Я бы хотел подарить тебе Какую-нибудь безделицу Безделицу Серебряного колечка С твоей руки Будет вполне достаточно Тогда прими его Как знак моей привязанности Подожди Я придумала еще лучше Я подарю тебе даже несколько Моих колец Так будет крепче Это все не просто так Помни, что каждая драгоценность Знак моего чувства Постараюсь запомнить И она дает нам Много драгоценностей И при этом возвращает Еще тысячу монет Поэтому эта миссия Не такая затратная Но на тысячу монет Можно купить неплохо еды А эту тысячу Вы в трупа вложили Фактически Также, друзья Эту миссию можно было Немножечко по-другому Пройти Можно было Доложить О ней Виктору Каину Но Ничего бы не произошло Вообще Поэтому Разницы нету Лучше помочь Так, о, бутылка Спасибо Женщина на меня так посмотрела Он что-то В мусорках роется, что ли Ну, жизнь такая, понимаете И мы отправляемся Сейчас, кстати Куда мы отправляемся? Мы идем сейчас По главному квесту К дому Ольгимских Как мы помним Исидор зашел К двум Правителям Домов Это К Сабуровым И Каинам Но время не совпадает И, видимо, он навестил еще И Ольгимских Поэтому Обязательно следует Зайти И расспросить Про Исидора Так, девушки, девушки У меня есть много колец Но Я сомневаюсь Что у вас есть то, что мне нужно Опа-на Хотя нет У тебя вот вообще Куча всего Так, так, так Винтовочный патрон Револьверный патрон Так, знаешь что? Я костяные бусы тебе даю И покупаю вот это Так Еще отмычка есть Пять Так, бронзовые браслеты Так, вот это Давай И Один бронзовый браслет Я тебе даю за отмычку Спасибо Две отмычки уже купили Неплохо О А ты ведь любишь только Различные мелочи Драгоценности Тебе не интересуют Да, крошка? А у тебя только таблетки Ясно Таблетки я не буду покупать Потому что это бесполезно Так, а у тебя что? Винтовочный только, да? Ну ладно, держи Спасибо Сохраняемся И мы около дома Ольгимских А здесь у нас живет Тяжелый Влад И его дочка Капелла Такой вот интересный особняк Кстати, самый интересный Из всех Ну и конечно же На главной стене Находится Портрета Донга Ведь Ольгимские У нас заправляют Всем проектом быков Бойнями Да и в целом укладом Давайте осмотримся В принципе Здесь нету Ничего такого интересного Есть кровать И вы можете поспать здесь Шахматы И вот такие вот картины Жуткие Но ведь Женой Влада Была Виктория Она была хозяйкой Возможно это ее картины Но она была Светлой хозяйкой Может быть и не ее Кто знает И конечно же Сам Влад По прозвищу Тяжелый Влад И его прозвище Она в целом Описывает его характер Но Не нужно друзья Быть такими предвзятыми К нему На самом деле Я считаю его Одним из самых Справедливых Честных И вообще Лучших правителей В этом городе Возможно Вначале Вам так не покажется Но в будущем Я вас уверяю Вы измените Насчет него Своё мнение Кому-то Придется взять На себя Этот грех Бакалавр Я вижу Я вижу мы не понимаем Друг друга Оставтись Глиняный Зубами Видимо Такая вот Младший Мне это нравится, определенно. Так, это я собираю. Еще, наверное, золотое кольцо я. Три отмычки, это шикарно. Будем потом ходить и воровать все у всех. Так, что у нас еще есть? Тут у нас еще две бутылочки. Так, паренек, у тебя тоже должно быть что-то интересное. Нет, ничего. Жалко, жалко, жалко. Так, так как же пройти эту, друзья, миссию другим способом? Кто у нас знает о младшем Владе? Вы не догадаетесь, но, конечно же, Явоян. Сегодня она может нам помочь в этой миссии, поэтому отправляемся к ней. В принципе, она и говорила, если есть что-то непонятное, обращайся. И действительно, она нам поможет. Поэтому пойдем пока к ней. Хотя можно по пути выполнить еще одну дополнительную миссию. Вы помните, Лара Равель говорила то, что дети затеяли в городе какую-то игру в чуму. Они создают различные порошочки и лечат ими друг друга. Но эти порошочки, они ядовиты и опасны, и дети начали умирать. Нам нужно найти склад. А склад находится где-то рядом с лестницей в небо. И его можно увидеть из окон Явоян. И этот склад называется Плесня. Вот он, рядом с нами. Про лестницу в небо, вот такую вот постройку, мы поговорим попозже. Про нее вообще отдельная история. Поэтому давайте зайдем, посмотрим, что творится в этом доме. Конечно, первый раз заходить очень жутковато. Но не бойтесь, все в порядке. Давайте для начала осмотрим, что здесь есть. И нам просто везет. Нам выпадает перевязочный пакет. Комплект перевязочных средств. Бинты, жгуты, шины, антисептики. Существенно способствуют восстановлению здоровья после травматического воздействия. Останавливают кровотечение, дезинфицируют раны, фиксируют травмированные суставы и поврежденные ткани. Это лучшая аптечка в игре. Иногда выпадает вот в домах, в различных шкафах и так далее. Так что у нас еще... Копченая рыба. Вот это да, вот это круто. Сейчас мы пока что все смотрим в доме. Нам нужно найти как раз таки эти порошочки необычные. Так, тут у нас что-нибудь есть? Нет ничего. Кухня. Так, пусто. Свежая рыба. Вот это припасов-то мы наберем. Молоко. Яйцо даже лежит. Так, главное его как-то взять. Нацеливаться неудобно, конечно. Яйцо давай. Хе-хе. Иногда бывает такое, что невозможно взять какой-то предмет маленький. Вот, наконец-таки. Так, вроде здесь все. Давайте на второй этаж поднимемся. Так. Деньги. Так, золотое кольцо еще нашли. Отлично. И здесь можно увидеть вот таких вот детей в масках. А с головами псов. И зовут их писиголовец. Да, беда стряслась. Говорил я, сразу надо было выходить, а не шеребий тянуть. А что тебе с головой? Защитное средство. Отражает внутрь ценные мысли, чтобы не растерялись по пути. Отпугивает тоже хорошо. А мы тут не просто так. Мы на боевом задании. Вот только мы его провалили. Да? Почему же? А как теперь прикажете искать порошочки? Что же, каждую малышку на улице отлавливать? И на что их потом выменивать? А силой не отберешь. Нельзя. У нас такое правило. Маленьких не обижать. Хан голову снимет. А что же это за порошочки такие? О, порошочки. Лекарственные смеси. Их собрели при первой вспышке. Первые сделала нота. Только они были плохими. Болезнь проходила. Но человек потом долго не жил. Травился. А вот братья кружки. Ценные порошочки делали. Лютик делал неплохие. Бока тоже. Что такое первая вспышка? Пять лет назад в сырых застройках началась какая-то жуть. Люди заболевали. Один за другим. За сутки весь квартал заразился. Дом за домом. Люди как спички загорались друг от друга. Прямо сгорали изнутри. Я тогда еще совсем мальцом был. Шестилетним. Но в башню уже ходил. Ну и что же? А то. Дети тогда почти не пострадали. Мы все в башне были, когда это началось. Но некоторые туда полезли такие. И вот они придумали эти порошочки. И они помогали. Это все несколько дней продолжалось. Потом, само собой, все закончилось. Но порошочки остались. А можно поговорить с изобретателем этих порошочков? Нет. Братья кружки выросли и уехали. А Нота и Лютик погибли от испытаний. Как раз тогда это и случилось. В том-то и ценность порошочков. Заново их не изобретешь. Состав надо знать. И много их осталось. Все, что есть, были тут. Их спрятали в тайник, чтобы никто не травился. И вот, на тебе. Придет же в голову такое, играть в эпидемию. И вот мы узнали как раз таки историю появления этих порошочков. То, что их изобрели именно дети. И у них есть какой-то неизвестный состав. Поэтому, теперь их уже заново не изобрести. Их осталось всего лишь ограниченное количество. Но кто-то, видимо, разграбил у них тайник. И теперь порошочков не сыскать. Вообще, друзья, писиголовцы, это вот такая вот банда детей, которые живут в мононогр... Да что ж такое? Можно я не буду произносить? Многогранники. С четвертого раза получилось, не знаю. Бывает такое. И главный их предводитель Хан. Сын Виктора. Так, яйцо еще лежит. Ну, давай же, бери его. И что это, друзья, у нас? Порошочек. Последний остался здесь. Давайте посмотрим, что это. Так. Порошочек. Смесь бессистемно выбранных медикаментов. Основную массу их составляет антибиотик. Эти порошочки – продукт детского творчества. Их сделали для игры в чуму. Случайный рецепт дал неожиданный результат. Состав снимает последствия заражения песочной язвой. Хотя наносит тяжелейший ущерб здоровью. Вот такой вот ценный порошочек. Ну, хотя бы один сохранился. Но в целом склад разобрали. И теперь порошочков не осталось. Видимо, все дети разобрали. Поэтому теперь у малышек можно их выменять на различные предметы. Но порошочки попадаются очень редко. Поэтому так просто их не найти, конечно. Так, ладно. Отправляемся к Киви-Ян. Сколько у нас времени осталось? Немножечко. Ох, не уверен, что я смогу сегодня успеть пройти эту миссию. Но хотя бы попытаемся. Вот, у таких вот малышек теперь можно найти порошочки. В редких случаях. Ну, у нее Мирадорм. Я пока что не буду Мирадорм тратить. Ну, цветы на Мирадорм. Лучше у пацанов выменивать. На ножички. Они чаще встречаются. Так, дождь пошел. Не очень. Ева, помоги мне. Я упустил червя. Я чувствовала, что ты придешь. А я узнала про наших утренних визитеров. Представляешь? Оказывается, это были беглецы. И откуда же они бежали? Из тюрьмы? Или из бедлама? Хотя по виду, скорее, зверинца. Ольгимские опять закрыли термитник. И те, кто успел оттуда спастись, теперь в розыске. Капелла мне сказала. Некоторые успели скрыться, а некоторые еще прячутся в городе. И вот Капелла беспокоится. А кто такая Капелла? Дочка Большого Влада. Любимая дочка. Она чудесная. И способностями такими обладает. Дети за ней идут как зачарованные. Как за тем флейтистом крысоловом. В общем, она сказала, что хочет спасти беглецов. От гнева своих родных. Вот как. Капелла и младший Влад две противоположности. Младший Влад блюдет интересы семьи. Сестра опасается, что брат захочет убить беглеца. А Капелла хочет, чтобы он успел дожить до ночи. И тайно уйти в степь. И где же могут прятаться эти беглецы? В ночлежке. В земле. А что, ты собирался туда? Уговорив уйти в степь, пока Влад не прислал к ним наемных убийц. Это будет хороший поступок. Хватит уже с нас убийств. Правда? Я лучше с младшим Владом на эту тему поговорю. Ты знаешь, где он живет? Нет. А то и он тебя подрядит на убийство. А это дурно. Он ведь так богат и умен к тому же. Придумает, чем тебя убедить. Отправь их лучше в степь. Предупреди об опасности. А я тогда скажу тебе, как найти Влада. Пожалуйста. Хорошо. Будь по-твоему. Итак, чтобы Ева Яна рассказала нам о младшем Владе, где он живет. Ну, здесь уже даже подписано на карте, где он живет. Тем не менее, мы должны выполнить небольшую миссию. Мы должны прийти к Оспине и поговорить, не знает ли она о сбежавших мясниках. И попытаться спасти его, пока младший Влад не подослал своих убийц. Если же вы отправляетесь изначально к младшему Владу, то, конечно же, вы можете договориться об убийстве этого мясника. И тогда вы получите около двух тысяч монет. Либо же выполнить миссию Евы Ян. А, кстати. Ведь сейчас народ гоняется за Шабнакадыр. И вы сейчас видите наглядный пример, то, что люди избивают бедную женщину на улице, думая, что она то самое степное существо. Ну, мы забираем кольцо. Можно убить этих мужиков, но тогда ваша репутация упадет. Ведь они делают благое дело, а вы нет. Так, малышка. Ну, я тебя тоже только что встречал, хотя вы все генерируетесь заново каждый раз. Так, в степь, значит, да, отправляемся. Давайте, может, успеем сегодня пройти еще эту миссию. А может быть и нет. Кто знает. Я бы еще, конечно, в продуктовые магазины зашел. Закупился бы. Деньги-то есть теперь. Тут есть небольшой магазинчик рядом. Нужна пустая бутылка. Так, у меня вроде пять. Я могу поменяться на бинт. Если есть, конечно. Так, еще две бутылки. Стойте, господин бродяга. У тебя ничего нету. Ясно. Еще одна бутылка. А можно здесь, кстати, наполнять воду. Так, а, все время забывай, где вход. Так, что у тебя есть? Ух ты, вот это да. Вот это очень хорошо даже. Так, мясо, вяленое мясо. Это мы все закупаем. Все, спасибо большое. Еды, конечно, накупил. Но это необходимо. Все равно мы ее есть не будем. Как-то не странно. Да, мы не будем ее есть. Мы ее отдадим на следующий день. К сожалению, большую часть. Так, хочешь поменяться? Вообще советую собрать в первый день 3 буханки хлеба, 3 копченых мяса и 3 вяленых рыбы. Это поможет вам пройти квест на следующий день и не потратить лишних средств. Хотя, следующую миссию вообще можно не проходить во втором дне. Так, ну что же, о спина. Можно еще немножечко пройти. Мы практически, кстати, с вами прошли главный квест. Осталось совсем немного. Следующая серия будет, скорее всего, последняя. Да, точно последняя в этом дне. И мы отправляемся во второй день с вами. В принципе, время сколько. Можем поесть. Усталость. Много, кстати, усталости уже. Провиант. Съедаем сухари. И молоко. Вкуснятина. Сухари с молоком. Так, вот он, домик о спины. Жутковатое место. Сразу признаюсь. Привет. Что с моими глазами? Знаешь, где тут можно найти чистую воду? Наверняка здесь полно воды. Рядом река. Вся эта вода течет из степи. Она не слишком чиста. Она накануне не обошла все крестные источники. Так теперь чистой воды в городе почти не осталось. Всюду солонатый привкус. По цвету она красно-рыжая. И в ней попадаются какие-то мерзкие сгустки. И где теперь брать чистую воду? Чистую воду жители хранят в домашних резервуарах. Скромных запасов, которые они сделали в последнее время, должно хватить еще ненадолго. А потом придется хлебать это кровавое пойло. Какая мерзость. Может быть, лучше вывернуться наизнанку? Может быть. И что же тебе здесь нужно? Значит, ты здесь живешь. Нет, я живу не здесь. А вот все-таки, что ты здесь забыл, приезжий доктор. Ты укрываешь убийцу. Это младший Влад тебе напел, что здесь прячется убийца? Вот паук чтит своего отца. Не хочет ссор из избы выносить. Ссор из избы? Поясни. Большой Влад неспроста закупорил термитник. Мясник урчит сумбурно. Но если разобрать, что он бормочет, там внутри творятся такие вещи, что у меня волосы дыбом встают. Тысячи человек разом тронулись рассудком. Умерло много. Заваривается каша. Отчего не умерли? Не знаю. Пойди разбери. Мясник мне сам... Нет. Не нужно говорить это. Ну ладно. Уверен? Он в бешенстве. Ты забыл. Если думаешь, что он будет с тобой общаться, ты ошибаешься. Они так-то мало разговаривают. А когда на них находит морок, они только ревут, рвут и воют. Хорошо. Тогда уведи его сама. Да? А зачем? Он тут развлекает меня, да и в степь ходить опасно. Как бы меня не разорвали на улицах охотники, еще подумают, что это я, Шабнакадыр. Чем ты мне отплатишь за такую услугу? Потому что иначе его убьют. Выстоишь меня, сюда явятся наемные головорезы. Хорошо. Я позабочусь о мяснике. Он исчезнет. Можешь считать, что его не было. А сейчас уходи. Только не следи за дверью. Все равно ничего не увидишь. И пусть ко мне несуются тупые щеки альгимских. Я не укрываю убийц. Договорились. Можно было бы спросить ее, а что мне за это будет. Но она скажет, выполнишь для меня небольшую просьбу в следующий день. Но, честно говоря, ничего такого не будет. А сам мясник находится в подвале. Если вы играете за младшего Влада, то вы заходите и убиваете его. Теперь, друзья, нам остается вернуться к Еви Ян, получить награду. Ева расскажет нам о младшем Владе. И мы пойдем к нему. И в следующей серии мы уже закончим главный квест. И потом еще сходим к Ларе Равель. Выполним дополнительную миссию. А на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Теслер. Увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok